Полчища насекомых атакуют автомобили на трассах, проходящих близ крупных водоемов. В Нижегородской области это прежде всего Горьковское водохранилище. Комаров там просто тучи, в самом буквальном смысле этого слова. Много их? О! Давай! Смотри, вообще, вообще, аж прям страшно. Туда зайти, да? Эфицина. Как призраки, да. Ужас какой. Вот такие вот страшные. Мы смотрим на стекло, все, видите, обгашенные. Я уже даже окно закрыла, чтобы... Сейчас, днем. Конечно, ужасные. Это какое-то напасти еще на нас. Кучи комаров летают. Откуда они? Откуда. От воды. Все пути у меня, вот, 7 километров. Легче. Откуда, кладу. Да, вот они. О! Вот они вылетают. Они вот, когда солнце светит, видимо, они прячутся в тень. А вот, смотри, вон. Вот, ветку тряхнуть, вот они полетели. Там мы совсем... У нас дом ближе всех к дамбе. Вот облеплен. Вверх, по-самому. Их вот утром нету. Днем практически они сидят, прячутся в тени. А вечером они... А ночью опять нету. Опять где-то вот прячутся. Вот эти комары и есть на доме, которые не кусаются. Видите? Все облеплено. Ну, большая часть была, конечно, на заборах. Все у нас усеяно. Все покрыто. Все заборы, все кусты. Непонятно, чем они питаются. Все облеплено. Вот пройти по дамбе невозможно. Вечером с собакой гуляем, если. Там невозможно. Идешь вот так вот отмахиваешься. Мне кажется, это от моря. Это они года три, наверное, стали появляться. Раньше их действительно не было. Давно-давно не было. Видимо, я не знаю, мутация какая-то. Невозможно находиться. Они залепляют нос, рот, глаза. Дышать невозможно. Кстати, как заявляют специалисты Городецкого центра гигиены и эпидемиологии, это так называемые комары-звонцы. Они не кусаются и для человека не опасны. Столь бурно размножаются они лишь сейчас. Когда вода достигает определенной температуры, а когда она прогреется еще, то комары-звонцы исчезнут до следующего года. Обычно период их бурного размножения длится не более двух недель.